Александр Такой выбор и нести за него ответственность, пожалуй, первое, чему учат в школе «Солнце». Мне сейчас 8 лет. Мне пришла в голову учиться здесь. Мысль, ну, во-первых, здесь очень, как сказать, воля такая. Можно заниматься тем, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься. На вывеске у дверей школы написано «Для детей, проявивших выдающиеся способности». Но директор Павел Шмаков уточняет. Основной критерий для поступления в школу не одаренность, а интеллектуальная увлеченность. Здесь поймут, направят и подскажут. И даже если не получилось поступить с первого раза, а это удается далеко не всем, ребенок может сдавать вступительные экзамены в школу по несколько раз в течение года, а также посещать занятия вольнослушателем. От него никто не отказывается, потому что увлеченный ребенок, который по-настоящему чего-то хочет, может свернуть горы. А Павел Анатольевич точно знает, взрослые должны помочь ему в этом. А даренных детей их очень мало. Это один на сотню, это два на сотню. А большинство детей становится ярким, если родители их правильно любят. Понимаете, что такое, что они правильно любят? Вот одна мама любит ребенка, и это означает, что она вместо нее моет посуду. Это неправильная любовь. Другая мама, у нее ребенок учится, у нее есть пятерки, четверки и тройки. И вот эта мама, которая с моей точки зрения неправильно любит ребенка, она заставляет ребенка часами штудировать нелюбимую географию. Или нелюбимый французский язык. Вместо того, чтобы там, где у него пятерка, купить новые книжки. Воспитывать талантливых и увлеченных детей – дело непростое. Учителя должны соответствовать интеллектуальным запросам своих подопечных. И особенность педагогического коллектива здесь не только в заслугах перед наукой. Все педагоги имеют научные звания, но в первую очередь в преданности детям и своему делу. Чрезвычайно важно помочь ребенку в самом лучшем, хорошем. То есть в том, что у него получается, в том, что он любит. А не помогать ему, чтобы у него были оценки 4-4-3. Вместо 4-4-3, чтобы ему было 4-4-4. Надо, чтобы у него было 5-5-3. Еще лучше 5-5-4. Быть родителем одаренного или увлеченного ребенка сложно. Не каждый обладает смелостью, чтобы позволить ему самому решать, чем он будет заниматься. Сложно заставить себя закрыть глаза на тройке в табеле, а еще принять факт, что этот еще совсем маленький человек должен лично столкнуться с ответственностью за свой выбор. Но это необходимые шаги воспитания одаренной личности, живущей осознанно и свободно.